С помощью фильтров редактора Adobe Photoshop вы сможете создавать изображение, придавая им эффект нарисованных эскизов. В этом видеоуроке мы рассмотрим, как придать изображению такой художественный эффект. Для начала перейдите на вкладку Filter – Filter и выполните команду Filter Gallery – Галерея фильтров. Теперь в группе фильтров Artistic – Имитация выберите фильтр Cutout – Аппликация. С помощью данного фильтра вы сможете преобразовать изображение, придав ему эффект аппликации, выполненной на ткани. Цвета и тени, используемые при обработке данным фильтром, зависят от параметра Number of Levels – Количество уровней. В нашем случае мы зададим среднее значение данного параметра. Далее необходимо упростить края изображения, изменяя значение параметра Edge Simplicity – Простота краев. А также изменить мягкость краев, изменяя значение параметра Edge Fidelity – Четкость краев. Необходимо подбирать различные сочетания значений данных параметров для наиболее эффективного применения по отношению к каждой, поскольку значения, подходящие для одних изображений, могут оказаться совершенно непригодными для других. В нашем случае мы выберем достаточно низкое значение параметра Edge Simplicity – Простота краев и установим среднее значение параметра Edge Fidelity – Четкость краев. В результате мы получим изображение, напоминающее рисунок художника. Теперь перейдем непосредственно к созданию эскиза. Для этого создадим еще один слой с фильтром, кликнув по пиктограмме New Effect Layer – Новый слой эффектов. Появился новый слой, которому будет применен эффект аналогичный предыдущему. Для смены эффекта сделайте активным нижний слой эффектов и выберите другой эффект из списка фильтров. В этом случае мы будем использовать фильтр Graphic Pen – Тушь, расположенный в группе эффектов Sketch – Esquiz. Данный фильтр применяется для имитации рисования чернильным пером. С помощью ползунка параметра Stroke Land – Длина штриха – Вы сможете изменить длину линий, с помощью которых будет нарисовано изображение. Установите максимальное значение данного параметра. Параметр Light-Dark Balance – Тоновый баланс – позволяет регулировать баланс между темными и светлыми штрихами. Установите среднее значение для данного параметра. Кроме того, используя настройки фильтра, Вы сможете изменять направление штрихов. Для этого раскройте выпадающий список Stroke Direction – Направление штрихов и выберите параметр Горизонтально. Так Вы получите имитацию штрихового рисунка. Однако наше изображение не выглядит завершенным, поскольку все края изображения были сглажены ранее примененным фильтром Cutout – Аппликация. Для того, чтобы исправить это, мы применим еще один фильтр. Для этого кликните по пиктограмме New Effect Layer – Новый слой эффектов, чтобы разместить в стеке фильтров еще один эффект. После чего кликните по фильтру, расположенному в нижней части стека, и выберите фильтр Poster Edges – Очерченные края, расположенный в группе Artistic – Имитация. Данный фильтр позволяет выделить все края в изображении, основываясь на контрастности пикселей. Параметры обводки изменяются ползунками Edge Thickness – Толщина краев и Edge Intensity – Интенсивность. Для нашего изображения мы зададим средние значения для обоих фильтров, поскольку нам необходимы четкие контурные линии объектов. И, наконец, параметр Posterization – Пастеризация используется для изменения количества цветов в изображении. Поскольку наше изображение является черно-белым, то количество цветов не так важно, однако рассматриваемый фильтр основывается на начальных данных изображения, поэтому поэкспериментируйте с данным параметром и выберите необходимое вам значение. Для применения настроек к изображению нажмите на кнопку «Ок». Таким образом, с помощью фильтров редактора Adobe Photoshop вы сможете легко придать изображению эффект эскизного рисунка. «Октура»